так мужики всем привет вот был у меня 7 месяцев назад видео то есть про гидравлику на кранах но я посмотрел в принципе в основном всем она нравится нравится в том что она бюджетная то есть вот все это делается на таком вот крану он стоит 250 рублей вот решил эти раздел гидравлику на два цилиндра то есть с плавающим положением на два цилиндра то есть на подъем стрелы и на опрокидывание куна так то есть что у нас получается вот за эту кучку я отдал ну пускай 1910 рублей то есть набрал я разные сгоны резьбы самое главное что нам надо то есть у нас вот этот вот кран продается он в хозяйственном магазине вот стоит он 200 по моему 30 рублей 230 250 вот то есть здесь у нас получается подача выход на цилиндр и обратно вот все что нам надо то есть когда мы вот этот флажок переводим то есть мы можем на цилиндр подать заблокировать его куда-то доехать можем плавно опустить кстати по плавности нет распределил этот вот кран я думаю фору даст вообще любому распределителю потому что вы можете вообще микро здесь вот делать то есть и все четко работает все плавно открываете закрываете короче я все соберу потом вам подробно покажу все это самое главное вот что у нас здесь нам надо приварить вот так вот резьба то есть это соединяется в шланг в магистрале высокого давления вот подходит у нас сюда а вторая часть у нас подходит на кран и также нам надо на цилиндр сделать высокого давления а обратку мы можем просто поставить обычную резьбу и обычный шланг там давление никакого уже у нас не будет вот то есть смотрите если делать ну грубо говоря вот это будет две секции две секции у нас будет задействован по одному шлангу просто или на подъем или на опускание и плавающий режим вот то есть два цилиндра будут работать от самодельного распределителя с двумя кранами за 900 рублей то есть если тупо нам покупать распределитель бушные вообще не советую брать никому вот после капремонта может быть можно но был никому не советую столкнулся с какой проблемой то есть у них вообще три штуки бушных я их нигде не покупал просто так знакомый кто подарит кто там заму горыч вот смысл в чем там когда износ клапана то есть их нашлифовать износ золотников то есть получается вы поднимаете начинается опускание плавное то есть не держит золотники не держит клапана вот все это очень сложно настроить когда новый до новую тупо ставите подсоединяете ну может быть там пару песчинок соринок каких-то попадет под клапан вы просто их вытащить через него дальше у вас все нормально будет работать вот на когда вы собираете все с бушного грубо говоря цилиндры где-то валялись там в чермете они все в пыли все в грязи все это надо промывать то есть до идеала их и так надо промывать но их можно промыть тупо просто там отработкой грубо говоря или солярочки чуть-чуть вот и все будет работать так ну ладно все сейчас я буду собирать и потом я дальше вам то есть покажу собрал я вот эти все причин дал и короче вот что получилось сейчас я пробовал сейчас покажу на видео то есть здесь не нужен трехходовой экран здесь нужен обычный кран то есть когда я здесь делаю вот обратка здесь обратка у меня получается вообще ничего не работает то есть через какой-либо кран уходит обратка и насос то есть не давит вот здесь то есть подача подача на цилиндр на цилиндр здесь надо обычный кран здесь кран трехходовой так ну по плавности работает все плавно то есть без нагрузки пока пробуем без нагрузки то есть все работает более-менее так вот поближе то есть здесь смотрите просто я сделал тройник вот подача подача санша и просто обычный тройник и на два крана здесь то есть шланги какие у меня были вилюшками здесь как-никак подсоединил нам самое главное то есть друзья вам вот понравилось я смотрю там и по лайкам и по комментариям и по просмотрам там что тут 30 тысяч просмотров вот то есть нравится поэтому решил заснять видео то есть сделать для двух цилиндров пока не знаю точно как это все будет работать пробовать буду сейчас сюда делаю то есть в гараже поэкспериментирую под весом будем уже дальше пробовать будет следующее видео пока оставляем время для комментирования и просмотров вот давайте покажу как это все пока работает без нагрузки задолжение следует но аромал Можем, что резко, можем вообще плавать То есть, когда рука примет, вы можете сделать любой плавный То есть, вот он кран Ну и как не тратить, так и не тратить Вот он отвечает за поганья Мы его планируем И так же мы можем выпустить в любой плавный То есть, чем плачь, меньше раскрыть яблоки, тем меньше давление Выходим опять, переходим Плакируем Отпускаем полную плю Отпускается Самое из того, что я поставил шестерку Вот Шестер поставил Для кукции Чтобы сделать шестерку Вот Вторая шестерка Варка Как раз И вот И вот И вот И вот И вот И вот Ну, к примеру, вот Возьмем Шестерку И снижаем И вот И вот И вот И вот Вот Третья Вот И вот И вот Возьмем Третья И вот Доехали Давайте Дальше и на датчике, пока не сломаем крючка, опять блокируем и можем славно дырнуть Так, теперь у нас остается, то есть надо с грузом, с грузом я уже примерно знаю какой то есть кольца Теперь надо попробовать, на шаг будет в чём, если мы сделаем нагрузку на нот, если у нас получается 20-20 раз Если мы сделаем нагрузку на нот, то нот будет сниматься скорее всего, как он жарко снимается То есть он снимается быстрее, можно снимать Вот, а тут мы можем снимать в стиле ровно, можно снимать Все это можно потом в принципе добить, я думаю, и будет это всё работать Кстати, вчера пробовал глохнет мотор, то есть на полный газ я не пробовал, думаю кран что выдержит, там уголок ещё чугунный Вот, сами эти втулочки, муфточки, то есть пробовал разорвать, не получилось Кстати, один человек мне, на моём первом видео оставлял ссылочку И там конкретно есть, как экспериментируют краны на разрыв Краны там они брали разные, и китайские, и какие-то импортные там итальянские Вот, и хорошее видео, то есть смысл в чём, что по давлению этот кран начинает течь, по-моему, после 150 атмосфер Но 150 атмосфер нам не надо, у нас не трактор, я повторяюсь, у нас мини-трактор На мини-тракторе минимальные нагрузки на всё На гидравлику, на шланги, то есть на цилиндры, на все минимальные нагрузки Так, ну в принципе всё На сегодня всё Друзья, давайте комментируем, кому нравится, не нравится, сами там разберётесь Вот, следующее видео делаю по испытанию Что получится, честно, сам пока не знаю Так, а вообще вот причина То есть причина, почему у меня не пошёл распределитель Скорее всего вот в чём Здесь очень бешеная выработка Распределитель мне, то есть, подарили Но с такими подарками, если честно Не, ну кто сталкивался, да, без проблем, вы можете всё отшлифовать Смотрел я, можно всё отшлифовать Ну, буду пробовать Потом, если получится Получится, покажу То есть, если не получится Ничего я не буду показывать Скорее всего, я думаю, что Распределитель, если такая выработка Уже, то есть, всё своё отработал А там видно будет Ну всё, в принципе, на сегодня всё у нас Всё, большое всем спасибо за просмотр Всем удачи, всем пока